Не считаете ли вы, что некоторые детские игрушки, которые сейчас есть в продаже, могут как-то отрицательно повлиять на психическое состояние вашего ребенка? Вот это резинки. Да. Да, когда я плету, у меня отвлекаются, и я от уроков отвлекаюсь, и у моей подружки, когда она начинает плести, а у нее руки покрываются белыми пятнами. Вот так вот. А какие там монстры? Как вы к этому относитесь? Мы вообще не покупаем монстров и не играем в них. И куклы должны развивать у девочек вкус, но никак не страшилки, не ужасы, не жестокость. Не так давно я смотрел выпуск Comedy Club, где Павел Воля рассматривал детские игрушки. Там была игрушка для девочек наподобие гроба. То есть туда засовываешь маленькую куколку, снимаешь ей лицо, раскладываешь ей руки, ноги и так далее. Я считаю, это не совсем подходит для детского воспитания. Ну, те игрушки, которые созданы, например, по сюжетам каких-то американских мультфильмов зарубежных, да, вот монстры те же, да, те же куклы для девочек, монстр хай. Я считаю, что это неправильно и отрицательно воздействует на психику и развитие наших детей. Какие последствия могут быть, как вы думаете? Самые разнообразные. Дети неконтролируемые, во-первых, творят, что хотят. Детская преступность. Ну, монстры, конечно. Вот эти, мне кажется, вообще их продавать нельзя. Если он с детства вот это будет видеть, со временем будет жестокость, жестокий ребенок. Такие члены общества нам не нужны. Лучше их исключать. И родителям лучше покупать добрые, настоящие игрушки, которые любят их дети. Например, какие добрые игрушки? Ну, самые обычные из русских сказок. Колобок, обычные куколки, маленькие ребенки. Для мальчиков машинки, мячик. Так как вы считаете, могут ли детские игрушки, которые сейчас есть в магазинах, как-то повлиять на психическое здоровье детей? Конечно, могут. Могут очень сильно. А почему? Потому что делают очень плохо, некачественно все у нас. Сплавы какие плохие у нас идут. Это с этим связано или потому что там монстры продаются страшными? Да нет, конечно, нет, не с этим. А как вы относитесь к монстрам и страшным игрушкам? Не считаете, что это как-то может повлиять? Нормально. Сейчас очень много игрушек. И к таким вот игрушкам я отношу. Игрушки для взрослых, как айфоны, смартфоны, планшеты и так далее и тому подобное. Все вот эти игры, как Майнкрафт, ГТА, отрицательно влияют на психику наших детей. Не правда ли? Да, считаю. Какие-то куклы, вот я смотрю, все такие там страшные, вампиры. Для девочек особенно ужас. Не знаю. Я бы такую, если бы у меня была дочка-девочка, никогда бы не купила. Ну, такие поколения сейчас. Куда деваться? Они то же самое видят в интернете и по телевидению. Поэтому ничего страшного, я думаю, в этом не будет. Родители же для этого и есть, чтобы выбирать нормальные игрушки своим детям.